Все родители хотят, чтобы их ребенка окружали только самые качественные и безопасные вещи. Поэтому обогреватель, как и любая вещь, предназначенная для детской комнаты, в первую очередь должен быть безопасным. Конвектор будет оптимальным решением. Имея вентилятора, он не производит шума. Это очень важно, ведь дети обладают гораздо более чутким слухом, чем взрослые. А благодаря простоте конструкции, сломать этот прибор практически невозможно. Но какой именно выбрать? Электрические конвекторы бывают напольными и настенными. И здесь, безусловно, следует отдать предпочтение настенной конструкции, которую ребенок не сможет опрокинуть. По типу подключения лучше выбрать прибор, подсоединяемый к скрытой проводке напрямую, без розетки и электрического шнура, за который ребенок может дернуть. Обратите также внимание на наличие термостата, автоматики и дистанционного управления. Дистанционно управляемый или оснащенной функцией блокировки конвектора будет предпочтительнее, потому что лишит ребенка возможности самостоятельно вывести устройство из установленного режима. Существуют модели, специально разработанные для детских комнат. Например, конвектор Noirot R21. Прибор продуман во всех деталях. Края корпуса специально закруглены, панель управления закрывается крышкой, крепление на стену дополнено цепочками, которые предотвратят падение конвектора. Нагревательный элемент скрыт за решеткой, в которую не пролезут детские пальцы. И самое главное, корпус прибора не нагревается выше 55 градусов. Масляный радиатор тоже можно использовать для детской комнаты. Как и конвектор, он не шумит, а современные модели не нагреваются до температуры, способной вызвать ожог. Но в качестве обогревателя для детской, масляные радиаторы все же уступают конвекторам. Во-первых, их производят только в виде мобильных напольных конструкций, которые легко могут быть обракинуты. С прибором при этом ничего страшного не произойдет. Но вот сам ребенок вполне может получить травму, особенно если у секций тонкие острые ребра. Впрочем, эту проблему можно решить, закрепив обогреватель любыми подручными средствами. Второй недостаток заключается в том, что эти простые и недорогие приборы не оснащают дистанционным управлением. И для ребенка будет большим соблазном покрутить на нем ручки. Это тоже не приведет к трагическим последствиям, но желаемый тепловой режим в комнате будет нарушен. Исходя из вышесказанного, масляные обогреватели в детской лучше использовать лишь в качестве временного источника тепла под присмотром взрослых. Инфракрасный обогреватель Инфракрасный обогреватель – прибор сложный и хрупкий. Его использование в детской, казалось бы, не очень разумно. Однако это касается только моделей с напольной установкой. ИК-обогреватель не просто греет воздух. Он создает направленный поток теплового излучения, подобного солнечному, только без ультрафиолета. Этот поток эффективно согревает предметы на дистанции до нескольких метров, что позволяет поместить прибор на недосягаемом для ребенка расстоянии. Однако инфракрасным излучением злоупотреблять не стоит, поэтому ИК-обогреватель в детской лучше расположить так, чтобы ребенок не находился под ним подолгу. Поэтому среди прочих инфракрасных обогревателей лучше отдать предпочтение потолочным моделям. Такой монтаж обеспечивает соблюдение безопасной дистанции, да и ребенку будет сложнее добраться до прибора. Несмотря на то, что электрические обогреватели, в отличие от топливных, практически не расходуют кислород и не выделяют продуктов сгорания, они значительно снижают относительную влажность воздуха, как и обычные радиаторы центрального отопления. Поэтому вместе с обогревателем в детской комнате желательно установить и увлажнитель воздуха. Итак, если перед вами стоит вопрос, какой обогреватель для детской комнаты лучше, выберите электрический конвектор. В нашем интернет-магазине представлено более 20 брендов по самым выгодным ценам. Продолжение следует...